Это происшествие случилось в конце сентября. В самом центре Оренбурга похитили 15-летнюю девушку. Видео с камер наружного наблюдения облетело весь интернет и в считанные часы набрало тысячи просмотров. Похитителей нашли скоро, следствие продолжается до сих пор. В правоохранительные органы обратился отец похищенной девочки, сообщив о том, что его несовершеннолетнюю дочь похитили с улицы Туркестанской. Он указал конкретных лиц, которые могли быть причастны к совершению преступления. Долгое время в СМИ, со слов очевидцев и родителей, говорили, что это не просто похищение, а кража невесты по кавказским традициям. Сегодня мы предлагаем обсудить с экспертами, насколько в современном обществе приемлемо такое поведение и всегда ли национальные традиции вмещаются в рамки закона. Для этого сегодня мы пригласили руководителя Азербайджанской молодежной организации Ешара Масимова. Здравствуйте, Ешар. И председатель Ассоциации Казахов Оренбуржья Женибека Иткузова. Здравствуйте, Женибек. Уважаемые гости, хотелось задать такой вопрос. В спадебных традициях ваших народов есть такой обряд, как кража невесты. И до сих пор он соблюдается? И в каком виде? В древние времена как было? Девушек крали, когда девушке нравится, родители какой-то из сторон против этого. Девушка крали, но девушке нельзя было именно парню отвезти, каким-то родственникам, но она должна была хотя бы один день пожитую родственников и остаться невинным. Мусульманство это считается харамом. Красть невесту, даже если девушка согласна, то... В настоящее время это больше носит такое, помните, как в приключении Шулика, да? Такое, больше обрядовое, конечно, такое обычае. То есть, ну, естественно, все, в основном родители невесты в курсе, да, что их дочь украдут. Она в курсе, то есть это происходит по обоюдному согласию. Также едут потом родители жениха, извиняются перед родителями невесты и все остальное. Единственное отличие, что потом свадьбы проводятся на одной стороне, на стороне жениха, куда приглашаются гости с стороны невесты. Они проводятся две свадьбы, да? У казахов проходят... Вообще свадьба тянется практически там 4 дня, то есть это взрослая свадьба, так называемая, стариковская, на стороне невесты, потом молодежная, потом все то же самое по новой, но на стороне жениха, да? Здесь мы тоже видим, что потом родители просто складываются и проводят одну общую свадьбу, так называемую. Но это опять по обоюдному согласию. Вот и все, чему свелся в настоящее время этот обычай. Ну, на моей памяти не было такого, чтобы тот случай, который вы упомянули в самом начале, чтобы что-то такое подобное происходило в нашей среде, скажем так. Для экономии делается по согласию родителями. Вот девчонок крадут. Она происходит так же, как естественно, что вот на самом деле девушка кричит, помощь зовет, вот. Ну, чтобы было реально, что как будто крадут. Ну, вот сейчас это приобрело такой действительно романтический характер или все-таки отток к корням, к истории? Да нет, это, скорее всего, отчасти романтика, а отчасти просто следование каким-то традициям. Обрядовые вещи, они как бы делятся на две категории. Есть обряды, связанные с религиозными потребностями, да? Они общие для всех национальностей, для всех мусульман. И есть обычаи, которые конкретно принадлежат той или иной народности. Ну, у казахов есть свои, ну, в данном случае они пересекаются, да, украсят там невесту, да? Есть связанная тоже обрядовая вещь такая, тоже свадебная, скажем так, да, открытие лица невесты. То есть это происходит на свадьбе, это тоже чисто символично. Естественно, они друг друга до этого видели, да? Вот так же, как в старину ее приходят, приводят перед свадьбой накрытую платком, да, там, гости дарят подарки. И потом происходит отрывание лица невесты, все родственники ей любуются, и жених ее видит первый раз якобы. То есть эти все вещи на свадьбе присутствуют. Ну, сейчас они, да, практически, ну, основные, многие из них, конечно, соблюдаются. Но это носит такой праздничный характер. Потому что они красочные, они со временем не смысловую нагрузку свою продолжают нести. Это очень красиво. Что касается кавказских свадеб, то недавно в Чеченской республике за соблюдением всех свадеб и обрядов стали строго следить. Начиная от длинной платья у невесты и заканчивая тем, чтобы свадьба проходила по всем традициям. Вот, такое распоряжение дал глава Чечни. Все началось в 2015 году, когда как раз-таки, да, запретили продажу открытых свадебных платьев. Женебек Мурзарбекович, вот к вам вопрос, скорее всего. Вы представляете одно из крупных национальных объединений, которое представлено у нас в Оренбожье. Все ли досконально свадебные традиции соблюдаются? Нет. Ну, в отличие от Чеченской республики, я думаю, на территории Оренбургской области у нас в этом вопросе больше демократии, да. То есть, во-первых, ну, абстрадируемся от национальности, да. Все зависит от материального положения, ну, допустим, родителей, да, жениха и невесты. То есть можно свадьбу сделать такую, можно такую, да. Можно это провести, можно не провести. У казаха соблюдается, это сутоство, да. То есть, когда родители жениха едут, сватуют невесту, да. Худалахтар, это когда сватьев встречают, провожают, да. Это тот же беташар, да, то есть открытие лица невесты, то есть, да. Практически, да, все обычаи соблюдаются так же. Вот сейчас в России реализуется стратегия государственной национальной политики. В Оренбурге, как известно, 126 национальностей. И вот, вооружаемые гости, хотелось спросить, чувствуете ли вы, что национальные традиции вашего народа поддерживают в России, сохраняют и дают развиваться? В последнее время, да. В последнее время с какого периода? Ну, несколько лет, да, чувствуется. Национальные традиции, именно на национальных концерты проводятся, танцы. Вот, я сам лично участвовал летом этот, мы национальный вид спорта показывали, гюлеш. Баширова Вера Ириковна вот очень поддерживает, всегда вот на все выставки приходит, восхищается, я так думаю. Женебек Мурзабекович, а вы расскажите, пожалуйста, как поддерживают казахов в Оренбурге? Если вообще отталкиваться от первоначального и наиглавнейшего документа, это Конституция Российской Федерации, в которой четко все ясно прописано. О статусе языков, да, о малых народностях и обо всем, обо всем, обо всем, да. В законе не прописано, мы вам разрешаем то-то, то-то, то-то изучать язык, поддерживать культуру. В законе не прописано, нет запрет на изучение, на пропаганду, что-то своего, лишь бы это не расходило с российским законодательством. Вот и все. Поэтому в плане законодательства никаких ограничений ни в одной из национальностей, да, а в России их проживает, если у нас только в Оренбурге, там 126, да, в России, я думаю, где-то, наверное, 200 с лишней национальностей, может и больше, да. Нет ограничений по удовлетворению своих этнокультурных потребностей. Что касательно области, то в области принята своя подпрограмма, да, исходя из стратегии национальной политики на несколько лет вперед. Разработана соответствующая методическая база, нормативная база, выстроенное взаимодействие с институтами гражданского общества, с диаспорами, действует общественный совет по делам национальности, ежегодно проводятся десятки этнокультурных мероприятий, создана система образования этнокультурного, оказывается поддержка национальным средствам массовой информации. Финансирование, да, есть, не скажем, что оно, конечно, такое большое, но тем не менее деньги на этнокультуру выделяются. Ведь финансирование может быть не только прямым, да, вот мы дали вам деньги, а вы проведите на УРС, да. Это же может быть и, скажем так, такое скрытое софинансирование, это выделение концертных площадок каких-то, да, выделение транспорта, да, помощь организационная. И, конечно, что вот коллега сказал, это управление внутренней политикой занимается, да, которое возглавляет сейчас вице-губернатор Баширова Вера Ериковна, да, то есть с ними всегда можно прийти, проконсультироваться по проведению тому или иного мероприятия. Другой вопрос, что в плане этнокультуры людей очень тяжело поднимать на какие-то мероприятия, призывать их своим национальным чувством, в плане чего? Потому что, ну, он в первую очередь себя там чувствует, ну, там, сейчас вот закон о расисте, он россиянин, в вторую очередь, допустим, он журналист, да, и где-то в третью, в четвертую очередь у него идет идентификация по национальному признаку, скажем так, да. Вот, возвращаясь, немного зашла речь о законе российской нации, который будет принят уже в 2017 году. И вот Женибек Мазарбекович сказал, что в первую очередь казахи, которые проживают на территории Оренбургской области, они позиционируют себя как россияне, и уже дальше идет национальная принадлежность. Вопрос к вам, как азербайджанцы себя позиционируют? В первую очередь россиянин или в первую очередь азербайджанец? Ну, наверное, скорее всего, в первую очередь, как азербайджанцы позиционируют. Вторую очередь, у кого гражданство есть Российская Федерация, ну, соответственно, как россияне, да. Как вот Женибек говорил, казахи, они являются коренным народом, вот, а мы все-таки, как приезжие, вот, ну, являемся азербайджанской диаспорой. Ну, это, я просто хочу вам сказать, что это все просто временной этап. У него будут дети, они будут коренными оренбургскими, да? Мои уже дети, да, они не считают себя, ну, они как, считают себя азербайджанками, да, тем более у меня жена казашка, вот, получается, ну, они все равно в России родились, в Оренбурге родились, ну, они как оренбуржцы, как россияне, чувствуют себя россиянями. Через какое-то поколение, скорее всего, они даже язык забудут. Вот, хотелось бы насчет этого, да, вот, если вот администрация города поддержала бы, вот, чтобы наша диаспора могла бы открыть, азербайджанскую школу было бы очень хорошо, чтобы мы могли, ну, соответственно, всем диаспорам, я бы хотел бы вот такое предложение внести, чтобы помещение хотя бы дали бы, мы уже сами все организовали бы. Вот, вот, лично я, вот, Абий Зойс, и танцевальные, вот, есть ребята, очень много наших, вот, с азербайджанской диаспоры, даже с Мурманской, ребят, вот, азербайджанцы, с Башкирии, вот, приехали у нас в ОГУ, в медицинском учатся. Вот, все хотят, и танцевальные группы есть, и на инструментах играют ребята. Хотелось бы, вот, если вот поддержали бы помещением, конечно, можно было бы организовать вот это все. И вот крайний мой вопрос, закон на российской нации, в первую очередь, признание того, что ты россиянин. Как будут взаимодействовать со стратегией, да, которая сейчас существует, и не будут ли умаляться та помощь и та поддержка, которая сейчас оказывается национальностям? Я не думаю, что какие-то глобальные изменения с принятием этого закона наступят в рамках стратегии. То есть, инициаторами этого закона, да, это было на Совете по делам национальности в Астрахани, не так давно, да, инициатором там был, если не ошибаюсь, Зорин, да, он же, Зорин и Тишков, это основоположники вообще стратегии, и вообще все, практически, идеологи государственной национальной политики в Российской Федерации, да. Они же, скорее всего, будут соавторами этого закона, да. То есть, он не будет, он будет идти в том же направлении, в ту же, и осуществлять те же функции. Единственное, что он должен, по идее, он должен упорядочить и привести в соответствие, к единообразию, все те программы, их десятки и сотни в каждом регионе, зачастую они по-разному называются, к единому знаменателю, да. Но для этого надо провести, конечно, огромный объем работы. Сейчас в Российской Федерации формируется гражданская нация, российский народ, российская нация. Что такое мы, россияне? Это совокупность граждан одного государства. Но российская нация, она не заменяет башкирскую, татарскую, казахскую и так далее, и так далее. У нас есть законы, которые приняты, закон национально-культурную, автономию, образование, о родных языках и так далее. Каждый человек может изучать свой родной язык, учиться на родном языке, развивать свою национальную культуру, и никто не запрещает. Но мы все россияне, то есть гражданская нация. Сейчас, конечно, этот закон вызывает очень много споров, хотя ничего нового. Эта идея, по-моему, была и лет 10 назад, да, закона российской нации. Кто-то говорит, что мы идем по американскому пути, да, когда у них есть одна американская нация, и неважно, кто ты. Ну, мы проходили этот этап, это было в Советском Союзе, ты гражданин Советского Союза, да, и никого это не возмущало. Он в Советский Союз смог объединить, там, да, десятки союзных республик. Ну, плохо ли, хорошо, но жили, в принципе, да, и это является каким-то базисом и до сих пор для нас, да, то, как мы в мире и согласие, ну, вплоть до, там, 85-86 года мы все на протяжении, там, 70 лет с лишним, да, мы жили спокойно, хорошо, оказывается, это можно сосуществовать, да, потом начались проблемы. И сейчас, вот, скажем так, национальный вопрос, он такой острый, постоянно его поднимают, там, да, даже в сегодняшнем эфире. Закон, по сути дела, я думаю, если он будет хорошо проработан и принят так, как надо, то, я думаю, он будет работать, и мы будем на него опираться. Хочу вас поблагодарить за нашу сегодняшнюю встречу. Спасибо большое, что пришли. Вот. Спасибо. На этом мы закончим. На этом мы попрощались с нашими гостями и пригласили Андрея Анатольевича Приказчикова. С ним будем обсуждать, как стратегия национальной политики будет соседствовать с законом о российской нации, который будет принят в 2017 году. Здравствуйте, Андрей Анатольевич. Что думаете по этому поводу? Да, собственно говоря, думать-то еще, в общем-то, не успели. Этого закона никто не видел. О нем только-только сказали в городе Астрахани на совещании, достаточно большом. Я хочу сказать, что сразу отторжение прошло у людей. Даже у тех, кто вроде бы является достаточно близкими людьми с нашим президентом, господин Говорухин, он его доверенное лицо на всех выборах. Первое, что он сказал при слове «российская нация», у меня появляется стойкое рвотное отвращение. Это не я сказал, это сказал Говорухин, который всегда на стороне президента. Если такие люди в штыки встречают такое понятие, как российская нация, но бесспорно, те, кто является русским человеком по крови, по своему менталитету, явное отторжение вызывают. Бесспорно, мы обсудили на коротке все эти вопросы. Нет, не может быть российской нации. Есть русская нация. И нас весь мир знает, как русских людей. Кем бы мы здесь не были. У меня друзья-башкиры поехали в Америку, пробыли там два месяца в Нью-Йорке, приехали, они как Задорнов говорили, говорят, эти американцы тупые до безобразия. Я им пытался объяснить, что я башкирин из Уфы. Они отвечали всегда «Раша?» Все, русские. Русские башкиры, русские татары, русские удмурты и так далее. Мы все, те, кто живем на этой земле, мы русские. Русские как по нации, так русские и по принадлежности, по менталитету к этой земле. Мы переплелись настолько, что нам даже говорить не приходится о том, что мы рядом живем. Мы не живем рядом с татарами, башкирами, мы живем все вместе. Но почему вызывают отвращение? Ведь русский, россиянин, фонетически даже схожие слова. Фонетически может быть схожие. Но мы русские. Мы победим. Это не я сказал, это Суворов сказал. И когда на здании Суворовского училища появляется надпись «Мы россияне, и я этим горжусь», Александр Суворов. Суворов, наверное, и не знал о том, что мы россияне. Он говорил о том, что мы русские. Когда говорят о россиянах, а вы много слышали о том, что вообще на улице кто-то использовал слово «россиянин»? Я, допустим, не сталкивался. Я достаточно много общаюсь, встречаюсь с людьми, но практически себя россиянами никто не называет. Вы знаете, у меня встреча была одна в Ростовской области. Человек 10 за столом сидел, и вот разговорились именно вот как раз тема такая «русские, россияне», все русские. Я говорю, ты же вроде украинец, ну и что, я русский. Все равно мы русские, мы никуда от этого не денемся. Я не зря говорю, что мы не живем рядом, мы вместе живем. И с татарами в том числе вместе живем. И жили сотни лет вместе. Когда говорят о том, что мы там морду друг другу били, ну извините, в одной семье братья все и страдерутся. Ну куда от этого денешься? Все бывало. Но на самом деле мы живем все вместе. И куда бы мы ни поехали для всего мира, хоть Башкирин приедет, хоть Татарин, хоть Удмурт, Мордвин, да кто угодно, на Найц приедет, все равно он будет русским. Во всем мире нас знают как русскую нацию, а не российскую, не россиянскую тем более. Между тем напоминаю, что в Оренбурге проживает более 120 национальностей. Как сообщает Эхо Москвы, по предложению губернатора Юрия Берга, наш регион может стать пилотным при реализации закона о российской нации. Пока непонятно, как он будет работать, но сроки уже определены. Это 2017 год. Вы смотрели информационную программу на городском телеканале ЮТВ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok